Перед началом ролика позвольте познакомить вас со спонсором данного видео, Last World. Это военно-политическая игра в современном мире, где вы можете создать свое собственное государство, воевать и вершить судьбу мира. В игре вас ждут уникальные ивенты, колонизации других планет, войны и тайные противостояния. Игрой руководит ответственная администрация, которая тщательно следит за соблюдением правил и справедливости во время игры. Недавно у них началась новая игра, и вы еще можете успеть занять место. Так что приглашаю вас присоединиться к новой игре в Last World. Желаю вам удачи в вашем путешествии, ну а ссылку на данную игру вы найдете в описании. Большое привет всем зрителям, с вами Ктархон, это Hearth of Iron 4, и мы стартуем партию за Японию. Но не за обычную Японию, а с модом, который добавляет уникальный путь коммунизма. Да, в оригинале есть небольшая подвечка, но вы посмотрите сюда, это все новое древо коммунизма в Японии. Мы с вами сможем уйти в коммунизм и построить свое идеальное государство. Здесь много фокусов, событий, надеюсь и механик нас тоже будет ждать немало уникальных. Ну и конечно же самое приятное, посмотрите вот сюда вот, у нас тут есть целый музыкальный плейлист с коммунистическими песнями. Их здесь немало, так что для антуража самое оно. Но так как они авторские, то в ролик конечно не войдут, но если вы захотите, то можете сами установить мод и заценить их. Какие у нас перемены со старта? По людям, по промке, по дивизиям все стандартно, но национальные духи. К стандартным, которые есть всегда со старта, добавилось еще несколько. Красная революция, дающая дебафы. И конфликт у нас тут по добыче ресурсов, тоже меньше ресурсов добываем. То есть у нас идет борьба, народ недоволен и хочет взять власть в свои руки. Здесь нет альтернативных путей, у нас только один правильный путь, коммунистического восстания. Поэтому погнали заниматься им, укреплять власть коммунизма и пытаться провести революцию в Японии. Надеюсь вам такая идея понравится и вы поддержите ролик своим вниманием, лайками и комментами. Ну а мы стартуем. Тут у нас и ивенты кстати есть, студенческие протесты. Окей, пускай растуденты хотят перемен, то мы их поддержим в этом деле. 5% поддержки коммунизма, уже 16% населения за коммунизм топят. Я думаю достаточно быстро, сейчас большая часть народа примет новые идеалы. После первого фокуса у нас открывается возможность, 5 разных фокусов. Часть из них не такая важная, но требует выполнения до начала гражданки. А часть из них необходима, чтобы двинуться дальше. Ну давайте, будем активно искать поддержку. И сделаем самое красивое со старта, контакты с Мао Цзэдуном. Ну а после, начнем взаимодействовать с Манчоу Го, скорее, чтобы везде коммунизм рос. У нас тут с вами необходимость выбора идеалов революционных. Три варианта есть. Меня больше интересует не то, как они по описанию, а то, как это, конечно, отразится на наших древах, фокусов дальнейших. Ибо, как я понимаю, скорее всего от этого выбора будет зависеть то, что мы сможем исследовать дальше. Хотя вот, знаете, вот так вот мелько смотрю на фокуса, вроде без разницы, по какому пути мы не пойдем. Везде все хорошо, и мы сможем все эти фокусы прожать. Ну, давайте выберем второй вариант с центром Восоки и Киото. Ну а по поводу фокусов я решил не прям быстро идти вперед, а все-таки пройтись по начальным фокусам, все их взять и потом уже спокойненько двинуться дальше. Ну и у нас теперь выбор, по какому из пути революции мы с вами пойдем. И тут выбор построен так, что и там, и там примерно одни результаты. Но именно вот этот вот путь революции для каждого нам рекомендуется, как ты видишь в скобочках, что нам там, конечно, будет цепочка ивентов и дебафов, но при победе мы сможем забрать большую часть войск, флота, ну в общем, оборудование именно от восставших фашистов. Так что я думаю, этот вариант тогда мы с вами и возьмем, раз его сами разработчики рекомендуют. Он, конечно, дольше по исследованиям, на 70 дней, но раз нам его рекомендуют, то его и заценим. Торопиться нам особо некуда, мы все равно сами просто знакомимся с древом фокусов. Ну а за это время у нас, между прочим, уже поддержка коммунизма доросла до 50% почти, и такими темпами мы и без гражданки бы смогли по механике просто... 50%, фу, все, 52%. Если бы советник действовал, ну, коммунистический, которого мы поставили, как стандартный советник, то мы смогли бы просто разжечь, попросить референдум, и коммунисты бы пришли к власти. Но тут древо фокусов, по которому нам придется войти в гражданку. Притом, до сих пор продолжают, смотри-ка, давать дебафы, это, видимо, как раз из-за этого фокуса. Дезорганизованная армия, до октября 37-го года дебафы неприятные. Я так понимаю, пока мы будем исследовать этот фокус, нам еще, еще, еще будут дебафы давать. Да, как я и говорил, теперь еще и забастовки коллективные, минус 50% к выпуску со всего. Ух, я-то надеюсь, что мы успеем тут с вами достроить за это время всякие кораблики, которые есть. Но, видимо, нет, не судьба. Притом, самое неприятное, что эти дебафы останутся с нами еще примерно на год. Я не думаю, что гражданка затянется на год, а вот дебафы, конечно, придется потерпеть. Остается считанные дни до конца этого фокуса. По дебафам мы еще получили просто политической власти минус 20. Ну и начинается битва. У нас с вами 9 дивизий всего оставили, при том, часть дивизий разместили иначе. А, нам и новые дивизии даровали. Окей, юные генералы, молодежь идет нас поддерживать активно. Так, как я вижу, флот по большей части, да, поделен, но немалая часть под нами осталась. Авиация есть, ну и по армиям у нас с вами 25 дивизий. Неплохо. У врага же примерно столько же. Притом, самое неприятное, да, мы с вами потеряли, понятное дело, вассалов. И теперь нам придется как-то выживать. Конечно, бонусы даровали. Марш до Токио. До 9 октября на один месяц. Нам, я так понимаю, самое важное сейчас просто в Токио пробиться как можно быстрее. И благодаря этому мы сможем одержать победу, я надеюсь. Просто полностью бодаться, я думаю, это не лучшая идея. Постараемся быстро сейчас прорваться. Ну а молодые генералы, давайте их заценим. А, собственно, это все генералы как раз новые почти. По древу фокусов мы уже можем, кстати, исследовать модернизацию флота, авиации. Но также у нас есть и фокусы, выделены чисто под время. Бригады можем получить от других стран. Получить поддержку из Манчжурии. Накинуть дебафы на Манчжурию. И получить просто снарягу. Ну давай, наверное, бригады получим. Так, войска я распределил, часть войск отправил куда надо. Ну и давай теперь запускаем время побыстрее. Чтоб войска начали передвигаться сразу же на быстрые передвижения. И ох, сразу же в Токио, смотри, армия есть. Которая нас пытается пробивать, здесь тоже армия есть. Да, чуется будет не так-то легко, как я думал. Скорее всего, нам даже здесь придется пострадать. Судя по тому, что я вижу. Но вроде как шансы есть, так что давайте. Не унывать. По производству у нас все на пехотку в основном направлено. Это правильно. Ну а что еще кроме пехотки нас сейчас спасет-то здесь? Здесь мы также рвемся к Хиросиме. Здесь пробились. И может быть сможем в Нагасаки выйти, кто знает. Давайте попытаемся. 100 истребителей нам даровали. Отлично. Смотрите-ка, смогли здесь реально забрать Нагасаки. И в последний момент пришел. Давай, выйдем же на атаку. Ну и... О! Кстати. Здесь же можно сейчас идеально прорваться. Если мы сможем закружить эти дивизии. Было бы неплохо. Бои за Токио уже начались. И вот здесь вот. Давай-ка, сдерживай эту армию. Ты тоже сюда. Просто здесь хороший шанс. А сейчас пробиться и Токио чисто в котел взять. Да! Отлично. Токио в котле. Здесь мы с вами сейчас еще один котел организуем. Но я думаю, это будет победа. Мы уже к Хиросиме здесь прорвались. И так-то неплохо все идет. Нашу дивизию он зажал, к сожалению. Давайте-ка выйдем из котла, если сможем. Но вряд ли. Здесь дивизию тогда отделим. Отправим сюда на поддержку. Ну и пока да, здесь пробиться нам не дают. Но здесь все неплохо. Получаем политическую власть. Новые бригады. 10 дивизий аж. Вау. Кстати, реально так-то неплохо. 4 из них давай сюда отправим на поддержку. Ну и дальше по фокусам. Ну давай на Манчжирио подействуем. Не сказал бы, что это очень нужно, с учетом того, что мы уже почти пробили Токио. Но раз дают такие возможности, то давайте возьмем. Опять же бонусы, бригады формируются. Здесь, смотри-ка, он пытается нас выдавить. Не успеем скорее всю дивизию спасти. Но кто знает, может быть, если Токио пробьем, то и дивизию спасти сможем. Давай со всех направлений. Токио сейчас станет нашим. Отлично. 8 октября 36-го года. Как раз получается, за день до того, как этот модификатор исчезнет, мы смогли Токио пробить. Но это еще не победа. Мне тогда немного грустно, что после взятия Токио нам ничего в итоге не дали. Я все-таки надеюсь, что будет победа, но нет. Здесь, видимо, не как в оригинале, где достаточно взять Токио. Здесь прям придется до конца-до конца бодаться. Это немного проблемно, конечно, но давайте. А держим уж победу, я надеюсь. Здесь на севере мы уже неплохо прорвались. Сейчас закроем здесь все территории. И потом, конечно, неудобно будет вот сюда вот в Нагасаки прибиваться. Закрываем. Здесь сейчас вражеские дивизии. Отлично. У японцев остается меньше дивизий, чем у нас. Кому нельзя не порадоваться. Давайте прикроем остатки. Ну и, наверное, вот эту основную армию уже можно переключать вот сюда. Пускай они идут здесь помогать. Конечно, мне очень не радует тот факт, что еще чуть-чуть и вот эту дивизию додавят. Ну, давайте вынуждены оборону, чтобы хоть какое-то время они здесь продержались. Ну, а здесь, да, в Сапора мы без проблем входим. Жалко, конечно, что мне не удалось Нагасаки чуть раньше забрать. Была бы тогда красивая быстрая победа, но придется чуть затянуть. Хотя самое важное, что мы сейчас Хиросиму все-таки должны пробить. Массированная атака, конечно, понимаю, что тяжело. Так, здесь у нас победа. Давай, кстати, острова-то до конца все же доберем. Не будем оставлять их под врагом. Ну и здесь... Ух, ух, вот это оборона. Да. Даже с учетом того, что у нас вроде бы войск побольше, но на таком узком участке, боюсь, будет сложно сейчас пробиваться. Ну, посмотрим. Может быть, что-нибудь выйдет, может быть, нет. Рано пока загадывать. Давайте просто раз за разом атаковать. Вот, несмотря на все проблемы, я все-таки выставил авиацию, подогнал сюда флот, и мы теперь неплохо так сражаемся. Давайте вперед. Вперед. Просто не будем давать им нормально остановиться. Попытаемся сейчас всю их армию здесь откинуть. Хотя вот здесь вот меня, скорее всего, сейчас уже будут принимать. И уже будет проблемненько двигаться. Они в Нагасаки могут сейчас закрепиться. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Флот у нас, конечно, есть, поэтому можно попытаться сделать высадку. Давайте-ка как раз ее и прорисуем. Из Осаке под Нагасаки. Пока реализовывать не будем, а в будущем посмотрим, может быть, сделаем. Хотя сейчас хороший шанс вот тут вот есть пробиться. Но он укрепляет, смотри-ка, позиция. Понимает, что ситуация неприятная. Но наши дивизии все равно бьют. Организацию мы сбиваем. Здесь мы тоже его двигаем. Просто по всем фронтам давим. Не даем никаких шансов. За это время я немножко начал армию улучшать. Уроки войны здесь все равно пока по центральному древу двигаться не можем. Ну и у нас тут с вами выбор. Именно просто в бонусы на армию идти. Либо же в массовое производство, открытие новых разработок с Советским Союзом Т-34-76. Не, ну, в принципе, звучит красиво. Хотя здесь симметричная война, с другой стороны. Но спецвойска мы будем разве использовать? Скорее всего, нет. Давайте в дивизии моторизации танки уходить. Поэтому по левому направлению пойдем. Но наши войска, смотри-ка, смогли прорваться. Ну все, даже высадка не понадобится. Они все-таки справились с этим делом. Ну и сейчас еще немножко и будет победа. Все, уже за Нагасаки бой идет. Нагасаки взяли. И что, это еще не победа? Эм, простите, 10%. А где это еще столько победных территорий? А-а-а! Серьезно? То есть пока я отвлекался тут, они смогли... Вот это я, конечно, не доглядел высадку. Я думаю, а что, откуда победные территории взялись? Вот оно, значит, как. Ладно, меня тут в тыл просто вдарили. Сейчас могли бы так, между прочим, и победить нас. Вот это было бы, конечно, весело. Ну давай возвращаться. Надеюсь, что мы успеем. А то, знаете, как-то очень некрасиво вышло, что в итоге почти поражение допустил свое. Резко так в тыл вошел враг, а я даже и не заметил. Ну ладно, сейчас на другой фронт передвинемся. И одержим победу там. Да и здесь дивизии-то, ну, вообще ни о чем. Ну, просто несколько дивизий, которые так спокойненько зашли и немножко мне здесь помешались, скажем так. Иначе бы уже была победа. Нам сейчас, получается, вот эту территорию еще до Сендая бы добраться. И как бы уже все, можно пировать. Да, немного затянулось противостояние, но что поделать. Победа все-таки будет за нами. Хоть и спустя более длительное время. Давайте Сендая берем. И... А, еще 2%. Окей, то есть Сендая мало. Нам еще до Аумори надо дойти. И, возможно, даже Сапора придется взять. Но посмотрим. Думаю, Аумори все-таки должно хватить. И, наверное, даже фокус новый брать сейчас не будем. Вперед, 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 ребятки. На вынужденной атаке. Я верю в вашу победу. Все. Мы разобрались 10 марта 37-го года. Мы с вами получили все территории Японии. Ну и, понятное дело, что некогда наши вассалы теперь свободны. Что теперь подрел фокусов? У нас с вами доступен дальнейший путь. Мы получаем советника хорошего. Одного на прирост коммунизма, как раз и политической власти. А другого на строительство военных заводов. Также нам открывается возможность экономики. И, вау, у нас тут сразу же военная экономика доступна. Давайте ее и возьмем. Но потом уже пойдем по модернизации политики. Наш новый лидер. Неплохие бонусы. Единственное, что немножко прирост политической власти. Минус. А ее у нас и так не хватает. Но придется потерпеть. Ком Китай, кстати, нас зовет в альянс. Объединиться предлагают серьезно. Не, подожди, я не против. Но мы сами создадим альянс скоро. Подожди, Ком Китай. Немножечко. Я не хочу объединяться таким образом. Я хочу именно объединиться с тобой по ветке фокусов. Так, у нас тут ивент. Сопадение в фашистского режима. Мы с вами получаем мейн-пауэр, политическую власть. С одного нас все волонтеры убираются. И дебафы вешаются. Прекрасно. Да. До октября 37-го года мы будем страдать с дебафами на экономику. Еще с дополнительными поверх того, что у нас и до этого вешали. Так еще и небольшие проблемы у нас в управлении государством. Тоже дебафы. Ух. Не так уж и легко, оказывается, было сменить власть. И, кстати, еще не забывайте, что у нас с вами здесь тапки всего. Так что да, ситуация оставляет желать лучшего. Но мы, несмотря на все эти проблемы, переходим на военную экономику. Самое идеальное время. И давайте сразу же альянс с Ком-Китаем. Я думаю, с советами объединяться это вполне себе логичное дело. Но вот с Мао, чтобы японцы объединились, по мне это интереснее выглядит. Давайте посмотрим на этот путь. А другое, если что, потом можем заценить, если вдруг он в мод зайдет. Например, пойти вот здесь вот по левому направлению, который не рекомендуется, но все-таки нужен. И здесь, кстати, только капитуляция Токио достаточно для победы. То есть было бы проще это сделать. Ну и заодно можно тут другое направление, здесь другое. То есть можно, в принципе, сделать несколько прохождений, просто выбирая разные варианты. Здесь даже реиграбельность у моды все же есть. Все, мы отправили с вами предложение Ком-Китаю. Он вступил к нам в альянс. Мы теперь вместе. Ура! Мао за нас. И я так понимаю, мы теперь можем технологиями обмениваться. Марионетку получить на... А, это у нас тут антикоммунистическое национальный конгресс. Серьезно, то есть у нас Манчжоу так резко переделалось. Оно, кстати, сильное. Не думайте, что его легко победить. Ему, видимо, дивизии надавали. 40 штук. Так что сейчас на него лететь рано. Но мы можем получить советских добровольцев. Можем также бонусы в будущем получить на захват Манчжурия. Надо будет этим заняться. Но не прям сейчас, я думаю, чуть-чуть попозже. Нам все-таки надо сначала с политической системой разобраться. А то, знаешь ли, дебафов много. Надо немного улучшить жизнь людей. Они же все-таки не зря за свободу боролись. Так что давайте начнем социалистическую застройку, которая, смотрите, какие огромнейшие бонусы дает. Единственное, срезает политку. Ну, думаю, можно потерпеть. Ну и опять же, у нас несколько проектов по индустриализации доступны. Ну и раз мы второй вариант тогда поддерживали, то по нему сейчас тоже пойдем. И политическая структура. Опять же, здесь нам меньше фабрик, больше стапки. Мне это кажется вполне себе интересным. Следом нам дают 5% эффективности, тоже неплохо. И потом просто бонусы на застройку советника. Ну, советник не так играет роли. Вот, конечно, 5% фабрик. Это мощно. Я думаю, все-таки мы его возьмем. Немножко будем из разных направлений брать. Я надеюсь, в этом проблем нет. Будем миксовать и то, и другое. Ну и нам предлагают... Да да, давайте. Я все равно сейчас мощный флот строить не буду, поэтому как бы будем с демократами взаимодействовать. Ну и у нас тут вопрос по реорганизации армии. Давайте опять же второй вариант. Там видите, вперед к победе. Коммунистические плакаты сделаны. Ну и вот он выбор. 15 политки, 3 стапки, 3 поддержки войны. Хм. Как бы из всего этого логично выбрать 3 стапки. Политка нам все равно в ближайшее время не светит, а стапка не повредит. Начинаем с вами перестройку. Миссия... О, миссия с таймером. То есть нам надо с вами успеть что-то сделать за это время. А где эта миссия? Давайте подождем конца дня. Угу. То есть миссия вроде... А, 630 дней, да? Нам надо успеть выполнить фокус. Иначе у нас самая громнейшая дебафа и саботаж. То есть как бы мы с вами не реализовали те идеи, которые должны были реализовать. Окей, то есть нам придется теперь по этому древу двигаться. Ну давайте заниматься экономическим восстановлением. В это время у нас Мао развлекается, идет на соседа и просит меня помочь, но я как бы не против тебе помочь, но есть одна такая небольшая проблема. Я даже к тебе помощь привезти не могу. Поэтому, Мао, я верю, что ты справишься с своими силами. Что-то как-то ты слишком рано пошел в атаку, у меня даже дивизии-то нет. По фокусам мы с вами делаем национализацию дзайбацом. Избавляемся от дебафов на политку, на фабрике. Да, конечно, мы застройку чуть теряем, но я думаю, это не такая большая проблема. И у нас тут пятилетний план первый. Да, у нас дешевле законы, меньше фабрик тратится. Но я не думаю, что нам это особо сильно пригодится сейчас. Скорее так, просто проходной момент. И самое приятное здесь это именно советник, которого нам даровали. Вот этот вот. Он, конечно, режет нам военное обязанное население, но на время, пока мы не собираемся воевать, это идеальный министр. Назовем его так, раз он в кабинете именно министров сделан, который дает нам огромнейшие бонусы на выпуск, на восстановление фабрик, так еще и на скорость строительства. Думаю, можно будет его использовать в моменты, когда мы выйдем из какой-нибудь великой битвы. У нас тут, смотрите, каивент еще есть. Революция в Центральной Америке. И мы можем... Подождите, серьезно? Центральная Америка революционная образовалась? Вау! То есть здесь даже так сделано? Не, ну мы окажем им поддержку, конечно же. 3000 пехотки давайте отправим. То есть тут не только Япония сделана, а еще ивенты и события. И странно, что они проигрывают. Но давай попытаемся... А, я волонтеров не могу отправить, к сожалению. Понадеемся, что они сами выиграют. Вроде как они к этому близки. Ладно, не переживайте, я все-таки одну дивизию на помощь отправил. Она неплохая, я надеюсь, она здесь сыграет важную роль. Давайте так же... А, фельмаршала нет? Ну ладно, и так справимся. И вот сюда вот, наверное, будет проще пробиться, чем через горы здесь как-то атаковать. Единственный вот вопрос, какие у него дивизии... А! Так вот моя помощь тут уже особо-то и не сдалась, как я вижу. Он уже и так здесь неплохо идет. Ну ладно, давай протакуем, конечно. Но я думаю, что и без моей помощи здесь уже победа близка была бы. Он сейчас здесь вообще зайдет в столицу уже, пока мы сдерживаем остальные территории. Конечно, не такой уж и большой смысл от нашей поддержки был, но все же это наши с вами братья, поэтому поможем им. Зажмем их сейчас как раз со всех сторон и потом спокойно пробьем в столицу. Хотя, даже этого не пришлось делать. Наш союзник сам справился. Все. В Центральной Америке у нас есть с вами коммунистический брат. Надеюсь, он в будущем с нами объединиться в единый альянс или подожди. А у него альянса нет. Давай, пакт о ненападении. Будем держаться вместе. Меня, правда, больше интересует, а у нас с вами альянс-то есть? Да, коммунистический фронт и Ком Китай, кстати, одержал победу. И мы продолжаем поддерживать своих братьев. У нас тут Ивен был. И мы гарант независимости кинули. Сохраняем коммунизм в Америке. Он нам, надеюсь, в будущем поможет, чтобы еще и американцев тоже сделать коммунистами. Ну а по поводу Манчжоу Го тоже нельзя долго задерживаться с ним. Потому что здесь у него есть древо, по которому он рано или поздно на нас пойдет. И вдобавок к этому, гаминьдановский Китай, между прочим, объединился с ним, дал взаимные гарантии. Так что в скором времени нам придется воевать как с самим Китаем, так и с Манчжоу. Чтобы одержать окончательную победу. И самое прикольное, что здесь есть декорки именно Мао, поэтому нам придется его раскармливать. Чтобы нам успеть вот эти вот два, уже не два года, а полтора уложиться, нам надо вот этот вот модификатор выполнить. А здесь надо 65% стапки. И фокус новая социалистическая Япония. У меня вот самый большой вопрос, где я возьму столько стапки, потому что здесь ее не так уж и много дают. Но зато теперь понятно, куда нам надо двигаться, вот к этому фокусу. Так что давайте, погнали. Мы убираем с вами, во-первых, модификатор милитаризма. Конечно, приятные местами, но ладно, переживем и без него. И потом следом мы с вами получим реорганизацию армии. Временные бонусы на промышленность, хотя и потеряем бонусы от синтаизма. Дальше опять будем избавляться от дебафов. Получим бонус, например, с политической власти. И только после этого новая социалистическая Япония, где нам просто стабильность будут рост давать. Ух, то есть со стапкой дела пока не очень хорошие. Нам с вами придется ее, видимо, через советников и министров раскачивать. А все же я зря за стапку переживал. Вы посмотрите сюда. Нам просто еженедельную стапку плюс 5% дают. Видимо, по какому-то из фокусов это вылетело. Поэтому не проблемой будет выполнить вот эту вот миссию. Стапка у нас в скором времени накопится. Да и по фокусам мы уже движемся. Судьба императорской семьи. Ну, ладно. Давай выберем первый вариант. Даруем тем самым, конечно, бонусы нашему противнику. Но поступим как надо для отыгрыша. И давайте продолжать двигаться дальше. Хочется уже поскорее завершить эту подветочку. И двинуться на противостояние с Китаем. Все же Китай это наша основная цель. Смотри-ка, к нам новый член Альянса просятся. Это как раз американские коммунисты. Да, мы их берем к себе в Альянс. Отказываться от этого глупо, конечно, немного поддержку дают войны американцам. Но я думаю, оно того стоит. Иметь здесь хороший плацдарм не повредит. И нам тут открывают теперь после реформ армии интересное решение. Битва в Азии. У нас с вами скорость дивизии уменьшается. Организация немножко хуже становится. Но за нехватку снабжения дебафы уменьшаются. Требования на снабжение уменьшаются. И отсрочка перед пополнением. Прикольная схема. То, что мы теперь благодаря этому можем улучшивать в китайском регионе, где снабжения мало. Но я, честно, в этом проблем особых не вижу. Ком Китай нам покажет неплохую поддержку на все линии фронта против Китая. А нам же с вами надо лишь будет несколько высоток здесь организовать и в Манчжоу пробиться. Я думаю, это не так уж и сложно. В июне 38-го года мы, наконец-таки, выполняем с вами миссию необходимую. Можем теперь с вами разбираться с людьми за политку. През базовой стабильности. Ух ты, что неплохо. Давай пять стапки возьмем. Больше у нас, наверное, никаких проблем не будет. И мы можем теперь постепенно активировать новые миссии. Получать с них бонусы. Что также приятно. Ну и самое важное. Можем отличиться теперь от политического древа. И двинуться в укрепление отношений с Китаем. И постепенное продвижение к захвату Манчжоуго. Давайте. Я думаю, этим уже пора заниматься. Ком Китая, потому что здесь покорил все возможные страны. Он уже более-менее выставил войска даже на границе с Китаем самим. Я думаю, у нас тут есть и шансы, чтобы показать себя с хорошей стороны. И попытаться победить. Так что давайте технологический обмен с Китаем. Потом с вами возьмем советских инструкторов. И постепенно выйдем к битве. У нас тут с вами теперь вопрос по поводу Сахалина. Будем ли мы до конца до него биться? Да нет. Ради единения народов мы отступим от своих претензий. Советы такие. Да, мы одобряем такое поведение. Спасибо. Ну и теперь нам, кстати, открыты интересные вещи. Мы можем советника с вами взять на шпионов очень мощного. Здесь поддержку от Советского Союза получить. А здесь защитный пакт с Ком-Китаем сделать. Ну давайте его сначала пропишем. А потом уже следующим фокусом пойдем битвой. Я сейчас не зря, кстати, этот фокус сделал. Потому что Ком-Китай тоже подобный берет. И он ему дает бонусы только при том условии, что я взял этот фокус. То есть я как раз помогаю нашему собрату. У меня он раньше будет, чем у него. И у него здесь должны появиться прекрасные бонусы и решения, которые будут позволять ему улучшать свою армию. Которая и так уже, кстати, неплохая. Но мы с вами, да, готовы к великой битве. Пора уже разобраться с Квантунской армией. Конечно, это еще и битва с Китаем. Но я думаю, мы сможем ее осилить. И вы, наверное, могли уже догадаться, что по времени ролик идет длинно. Так что это противостояние у нас будет в следующей серии. Это у нас была посвящена переходному этапу. К коммунизму, к небольшой раскачке. К становлению нашего государства. Притом к стопроцентной поддержке народа нашей партии. Но уже в следующей части мы с вами пойдем и будем разбираться с Китаем. Правда не один на один, а при поддержке Мао. Вот такой вот у нас интересный мировой поворот. Что Гаминьдан сражается не только против нас, но еще и против Мао, который немалую часть земель уже смог под себя забрать. Так что, думаю, выйдет интересная битва. Если вам зашел ролик и вы хотите увидеть поскорее продолжение, то поддержите своими лайками и комментами. Ну и услышимся в следующем видео.